С 29 марта вводятся временные ограничения на поставку в Россию животноводческой продукции. По данным Республиканского управления Россельхознадзора, они коснутся охлажденной говядины, свинины и мяса из птицы из Нидерландов и Испании. Но Татарстан без мясной продукции не останется, уверяют местные фермеры. О том, кто упрямляет позиции на продуктовом фронте, расскажет Дмитрий Фторов. Своё крестьянское фермерское хозяйство Ильдус Шакиров организовал одним из первых в районе. Тогда в 90-х, завершив сельхозинститут, вернулся в родное село и начал выращивать хлеб. Республиканская программа по созданию семейных ферм подвигла агробизнесмена заняться животноводством. На прямой связи с президентом в 2011 году Ильдус Шакиров попросил Рустама Миниханова выделить миллион рублей. Полученные через два месяца деньги тут же пустил в дело. Построил коровник на 50 голов, подъездные пути, закупил племенное стадо. В планах открыть мини-пекарню и заняться переработкой молока. Для переработки надо уж не 50 коров, не менее 200 коров. Но это мечта, конечно, трудновато, но всё равно мы надеемся, придёт время и будем работать 200 коров, будем держать. К примеру фермера последовали родственники, племянник и зять. Они занялись коневодством, разведением овец, соорудили пилораму. Всё здесь же на одном пятачке. О рынках сбыта позаботились заранее. Открыли небольшое кафе на трассе и магазин стройматериалов прямо в селе. Каждый день просыпаемся в 4 утра и идём на ферму, ведь животные требуют ухода. Работать всей семьёй нравится, ведь таким образом у детей появляется ответственность. Они знают, что такое трудолюбие. Вхождение России в ВТО фермера особо не испугало. Рецепт успеха от Илюз Шакирова. Качественная переработка продукции, эффективное ассигнование от государства и вера в свои силы. При оптимальном прогнозе вложение окупится за 3-4 года. Рабочие руки хватает, вместе вот как единым коллективом работаем. Спасибо, что поддержал во время. Всего в районе возведено два десятка высокотехнологичных семейных ферм. Из них 7 молочные, и это не предел. Ещё несколько рыбнослободских сельчан захотели укрепить своё подворье. Многие уверены, что с такими программами возвращение молодёжи в село – это лишь дело времени. Дмитрий Фторов, Равкат Зайдинов, Ильдар Сефиулин, Вести, Татарстан, Рыбнослободский район.